...со значимой посещаемостью. Совокупная посещаемость сектора — это 14 миллионов посетителей, которые генерят более 90 миллионов просмотров страниц в месяц. И посещаемость эта выросла осенью в 2014 году на 20%, в декабре — вообще на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. И банкиру, это крупнейший банковский портал, на нашу долю приходится более 40% в совокупной аудитории сектора. Вообще, если рассматривать банковскую литогенерацию, то имеет смысл делить на две крупных составляющие — это кредитная литогенерация и литогенерация во вкладах. То есть если кредитная, она уже так широко распространена, многие там что-то попробовали или успешно практикуют, то литогенерация во вкладах, она так больше вышла на план уже в этом году, в связи с изменениями рынка. И здесь еще не у всех есть опыт, и многие не понимают, как с этим работать. Ну, я начну с кредитной литогенерации. Как вот там Дмитрий уже говорил, что там в связи с новыми изменениями на рынке ставки выросли, в положении заемщиков ухудшилось, условия выдачи снизились, и в итоге у нас выдача кредитных продуктов в 2015 году уже упала там почти более чем на 40%. В связи с этим, значит, возникает вопрос, как вообще с этим всем работать. Если рассматривать вот там оффер в кредитной литогенерации и стратегию работы с ним, мы в банкеру выделяем 7 основных составляющих, которые влияют вообще на успех всего мероприятия в конечном итоге. Это сам продукт, его привлекательность для клиентов, банк с его имиджем, репутацией и там известностью, географический охват, лендинг пейдж и внутренние процессы банка, которые включают там скорость и качество обработки заявок, скоринг и все остальное. И здесь, если говорить о том, в чем это в итоге все результирует, то первые 4 пункта в большей степени сказываются на количестве лидов, и последние 4 на качестве. То есть форма заявки, как такой пограничный элемент, она влияет как на количество, так и на качество одновременно. Если мы посмотрим на воронку конверсий, то все эти элементы раскладываются следующим образом. То есть продукт банки географии определяет, какое количество трафика зайдет на форму, дальше наш лендинг решит, какое количество из этих людей сконвертируется в заявки, скорость, качество обработки заявок и скоринг приведут к тому, какой процент перейдет в одобрение, и какие-то уже остальные внутренние процессы банка, они определяют выдачу. Так вот, если смотреть на то, какие показатели были там до декабря, там, ноября 2014 года и после, то по нашему порталу цифры получаются следующие. В 2014 году мы видели среднюю конверсию в выдачу, это 6% по кредитным продуктам. Сейчас, после того, как банки ужесточили скоринг и ставки выросли, это где-то 3,5%. Как вообще с этим работать? Ну, здесь вопрос, скорее, это было бы интересно банкам, если тут есть еще представители банков, то есть, потому что, наверное, нет. Потому что, да, да, не были все с утра. Потому что, как бы зачастую, когда там возникает проблема количества или качества, то там рекламодатель говорит, так, вы площадка, у вас там либо плохой трафик, либо там чего-то мало, вы делаете с этим что-нибудь. Ну, в общем, здесь нужна совместная такая работа и анализ причин всех этих проблем. Собственно, вот, нужно задать все следующие вопросы. И здесь у меня кейс о том, как бы, как площадка, мы не можем там влиять на большую часть составляющих, можем только там как-то делать свои рекомендации или менять форму заявки. И, соответственно, там даже небольшие, как бы, изменения лендинга, там, его тесты могут привести к тому, что, если у нас цель стоит увеличить количество заявок, то может привести к тому, что количество вырастет, там, в шесть раз, а может быть и больше, там, смотря на что, у нас удастся договориться с рекламодателем. Если говорить о работе с качеством, здесь тоже нужно проанализировать все составляющие, которые отвечают у нас за качество. И качество также хорошо управляем на форме заявки. То есть, если мы там анализируем, ну, для этого нужно получать отчетность, конечно же, от рекламодателя. Если мы анализируем основные причины отказов банка, там, или клиента, то можем как-то корректировать лендинг и получать, там, плюс, там, значимый какой-то процент к выдачам. В общем, как резюме того, как мы решаем проблему в кредитной литогенерации, это взаимосвязание, непрерывное сотрудничество с рекламодателем, и, там, какой-то обмен на обратной связи, и, там, готовность идти навстречу, и экспериментировать, и внедрять какие-то рекомендации. На этом, я думаю, сейчас закончат кредитные литогенерации, и перейдем к литогенерации по вкладам, которые вот в этом, с начала этого года демонстрируют, там, высокие темпы роста. Это график показов в Яндексе, там, мы видим жуткий пик в декабре, но, вообще, линия тренда положительная и тренд растущий. Как мы на банкеру собираем заявки на вклады? То есть, вклад, как бы, специфика продукта в том, что здесь, вроде бы, нет никакого стимула у человека оставлять заявку, можно прийти, взять деньги, прийти в банк и открыть его. Соответственно, чтобы как-то нам заставить клиента оставить свои персональные данные и собрать его лит, нужно предложить ему что-то, что он не может получить в банке без этой заявки. Мы договариваемся с банками от эксклюзивных предложений по вкладам. Собственно, они создают под нас там вклад с улучшенными условиями. Мы делаем на своей стороне, у нас на сайте размещаем промо-страницу с настроенным геотаргетингом на те регионы, где это предложение действует. Также мы сделаем на своей стороне форму заявки, где генерим промокод и выдаем его клиенту, и этот промокод позволяет ему получить эти эксклюзивные условия. Плюсом, как бы здесь мы делаем максимальную пиар-поддержку на нашем сайте, в наших e-mail рассылках по нашей базе и в наших пабликах в соцсетях. И кроме этого, чтобы повышать конверсию именно из заявок в открытые вклады, мы проводим, являемся организатором, проводим стимулирующую акцию банк-лотом, в которой разыгрываем более 50 призов по 20 тысяч рублей, то есть призовой фонд более 1 миллиона рублей в месяц. И в акции могут участвовать именно те люди, которые открыли вклад по специальному предложению. Выгода со стороны здесь следующая. Ну, просто многие банки сейчас пытаются собирать лиды на вклады у себя на сайте, примерно по похожей схеме, что с промокодом ставка чуть выше. В чем привлекательность именно сотрудничать с отраслевым порталом? Это в том, что здесь другая новая аудитория, не те, кто пришли к вам на сайт. Уже как бы у вас нет расходов на продвижение, потому что мы на своем сайте всю пиар-поддержку оказываем уже бесплатно в рамках проекта в предложении. Оплата здесь только за результаты, это процент от привлеченных вкладов. И банк получает дополнительный имиджевый эффект от пиар-поддержки специального предложения. Клиент здесь получает наиболее выгодные условия по вкладу, которые им доступны, как если бы он пришел с улицы, и плюс он может выигрывать деньги ежемесячно, пока у него открыт вклад. Ну и мы как площадка монетизируем свой трафик во вкладах, получаем более удовлетворенных пользователей и лояльную аудиторию, потому что мы видим, что вкладчики по специальным предложениям возвращаются на сайт, открывают вклады снова и снова, когда у них заканчивается предыдущий вклад. За то время, как мы работаем со светопредложениями, у нас накопилось там уже более 100 кейсов. Средняя конверсия из заявок во вклады здесь зависит от банка, там его геоохватность составляет где-то 60-90%, то есть это существенно, конечно, выше, чем по кредитным продуктам. Средний чек 350 тысяч рублей, но зависит также от банка. Объем привлеченных средств на один банк – это тоже в среднем 300 миллионов рублей. И за все это время мы разыграли уже более 20 миллионов среди наших вкладчиков. И вот если посмотреть на график того, как менялись суммы привлеченных средств в банке через проект спецпредложений, то мы видим здесь тоже положительный тренд с декабрьским пиком. Вот здесь у меня есть несколько кейсов с цифрами, ну, примерными. Это спецпредложение Росинтербанка, в рамках которого мы получили 12,5 тысяч заявок, из них 60% открыли вклады, и банк привлек 2,7 миллиарда рублей за время спецпредложения. Это был валютный вклад, как раз он проводился где-то в декабрь, по-моему, время акции было, на пике роста ставок. Второй кейс с банком Юграм, здесь количество заявок на том же уровне 13 тысяч, 46% донесли вклады в банки, и банк привлек 1,6 миллиарда рублей приблизительно. И третий кейс Руславбанк, здесь 12 тысяч заявок, это тоже перед Новым годом у них была акция, и банк смог привлечь 2,6 миллиарда рублей. Еще есть классный кейс с Юникредитом, но мне не разрешили его показывать, но там совсем качественно другие показатели, из-за того, что, ну, из-за, в общем-то, бренда банка. Рассказывать тоже не разрешили. Вообще, в общем, как мы себе в банкеру видим, здесь генерация 2015, и сейчас у нас ориентир, прежде всего, на вклады. Кроме этого, дебютовые карты, пакеты услуг, микрофинансовые организации в плане микрозаймов, и мы совершенно не списываемся счетов кредитные продукты, то есть, потому что мы видели какой-то там отток рекламодателей в начале года, сейчас они уже многое возвращаются, там уже вернулись те, кто были, пришли новые, там недавно мы выиграли тендер с ВТБ-24, и мы ждем, что где-то к осени рынок вообще должен уже восстановиться и там стремиться к прежним объемам. У меня все, спасибо за вопросы. А вы собираетесь делать аналогичные вкладам инвестиции в микрофинансовые организации? Мы сегодня уже обсуждали это где-то там в кулуарах с коллегами, пока такого в планах не было, но из-за того, что, скорее всего, в текущей женщине ситуации сложно представить людей, которые там отнесут деньги под займ другим заемщикам микрофинансовым. Ну, сложно это продвигать, сложно... Теперь микрозаймы отлично берут, да. Возможно, к этому придет. Сейчас вклады просто на пике популярности, как бы заставить людей там перейти куда-то в что-то новое и такое менее надежное, как им кажется, наверное, сложнее. Ну, процент больше. А какой процент вы декларируете, просто интересно? Мы составляем до 28% рубля, и до 16-й, если именно в момент, в момент. Соответственно, если будет информационная поддержка, от этого портала банкиру, то, мне кажется, больше будет доверие и надежность. Давайте обсудим. В головах людей. Так что зря вы... Нет, ну мы не отказываемся, давайте обсуждать. Какая перехода у вас... Какая версия с перехода в заявку? Из перехода в заявку? Ну, с перехода в заявку? Очень высокая, там, наверное, от 40%. Мало там, ну, только контактные данные, там, не знаю, 10%. Нет, ну, условно там, фамилия, имя, отчество, там, дата рождения, телефон, e-mail, город, отделение. Если банк просит, то сумма вклада, валюта. Ну, вот эти категории. То есть там... А так, гражданин? А еще вопрос. А сколько, примерно, если не секрет, наоборот, вклад, в количестве, ноября, в месяц, в день, декабрь, в день, когда старые менялись? А вот, например, в марте, в рынок, да, вклад, вклад, вклад. Я просто, вот, не знаю, секрет это или не секрет. Давайте. Ну, про рынок говорим, мы не проходим. Ну, вот цифра, Дима, у тебя цифра была 5000 заявок, это, ну, я бы сказала, что это сильно занижено. Я говорил про сети, именно сети. Только на партнерке? Есть, конечно, вот, есть банки розы, которые привлекают. Ну, я знаю, что... Ну, я знаю, что... Вы, кстати, даже не скрывали, вот, там, в декабре тебе писали, что сколько у нас там на вклады привлекли, да. То есть, поэтому... Есть еще, на самом деле, помимо этого, еще банки, например, мы же привлекаем. Банки, конечно, да, я говорила, что они сейчас многие начали примерами по той же схеме. Все, поняла, хорошо. В контексте таком, да, соответственно. А не скажу, например. Не скажу. Хорошо. Юля, спасибо. Перейдем на тему для дегенерации уже непосредственно.